В 2026 году Азербайджан реализует совместные проекты по охране окружающей среды с программой ООН по окружающей среде ЮНЕП. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана президент КОП-29 Мухтар Бабаев на совместном брифинге с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсон, посвященном КОП-29. Мухтар Бабаев отметил, что с поддержкой ЮНЕП на освобожденных территориях уже созданы несколько отделов по переработке строительных отходов в сырье и его использованию в восстановительных работах. Пилотный проект уже запущен в Агдамском районе и других регионах страны. Министр также сказал, что важным аспектом сотрудничества является проект, связанный с системой раннего предупреждения. Проект рассчитан на несколько лет и на данный момент уже находится на стадии реализации. В свою очередь исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсон отметила, что Азербайджан проводит большую работу по борьбе с изменением климата. «Мы с нетерпением ждем КОП-29, когда весь мир соберется в вашем прекрасном городе», — сказала она. Ингер Андерсон также рассказала о ряде совместных усилий по оказанию поддержки прикаспийским странам. По ее словам, являясь принимающей стороной секретариата конвенции, принятой пятью странами, ЮНЕП стремится работать, сообща с правительствами Азербайджана, России, Казахстана, Туркменистана и Ирана в сложных условиях на Каспии. Она отметила, что Азербайджан проводит большую работу по сохранению биоразнообразия и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество в этом направлении. Ингер Андерсон также подчеркнула важность задействования молодежи в вопросах экологии и поделилась впечатлениями от поездки в Центр Айдея и встречи с юными экоактивистами. Также она отметила, что ЮНЕП приветствует проведение Всемирного дня окружающей среды в Азербайджане 5 июня 2026 года, когда, цитата, весь мир обратит свой взор на Азербайджан.